Индекс кассе отыграл часть вчерашнего снижения. Сегодня по итогам торгов индекс повысился на 0,62% до 2457 пунктов. Из восьми наименований акций, входящих в индекс, шесть закрылись в плюсе. В лидерах роста сегодня были акции банковского сектора. Акции Народного банка повысились в цене на 2,4%. Далевые инструменты банка Центр Кредит подорожали на 1,44%. Бумаги банка Астаны подорожали в цене на 1,37%. В небольшом минусе закрылись акции КИГОК и КАСТРАНСОЙЛ. Здесь потери составили менее 0,5%. Телекоммуникационный сектор, представленный двумя компаниями, также вырос. Акции Казахтелеком повысились в цене на 1,09%. Бумаги КСЛ подорожали на 0,27% до 1645 тенге. Доходность рынка денег на фоне снижения базовой ставки снизилась. В сегменте валютного свопа сроком на 1 день доходность понизилась на 79 базисных пунктов до 7,91% годовых. Доходность в сегменте репо опустилась на 29 базисных пунктов до 8,27% годовых. Нацбанк в рамках проводимой денежно-кредитной политики продолжил изъятие избыточной ликвидности на рынке, разместив вне биржи семидневные ноты по ставке 8,46% годовых при объеме размещения в 113 млрд тенге. Спрос на ноты превысил предложение на 135% и достиг 265 млрд тенге. Средизвешенный курс доллара США снизился на 1 тенге 90 тиин до 328 тенге 12 тиин. Объем торгов по сравнению со вчерашним днем повысился на 47% и составил 274 млн долларов США. Курс тенге отыграл часть вчерашнего снижения. Поводом для оптимизма послужили сообщения о том, что президент США Дональд Трамп отложил введение дополнительных санкций против России. На этом фоне российская валюта вчера укрепилась почти на рубль с 62 до 61 рубля за американский доллар. Между тем, на косе средизвешенный курс рубля по отношению к тенге повысился на 12 тиин, достигнув уровня 5 тиин 36 тиин при объеме торгов 120,5 млн рублей. Евро на сегодняшних торгах подорожал на 10 тиин до 402 тиин при объеме сделок 100 тысяч евро. Курс китайской валюты остановился на отметке 52 тиин 35 тиин. Это была программа «В курсе». Увидимся с вами после следующей торговой сессии. Курс китайской валюты «В курсе». Продолжение следует...